Настоящее имя Бенни Бенасси – Марко Альдо Бенасси. Бенни Бенасси играет в стиле Электрохаус. Факты о Бенни Бенасси. Идеальный кумир Бенни – Рокко Сифреди. Его мысли о цифровой революции – это просто фантастика. Скрытый талант Марко он прекрасно готовит. Итальянский музыкант и диджей покоряет танцполы по всей планете уже около 10 лет, особенно после выхода в 2003 году его релиза Satisfaction, получившего признание многих диджеев и клаверов по всему миру. В 2003 году Бенни Бенасси открыл собственный лейбл Pumpkin Records, на котором будут выходить пластинки новых восходящих музыкантов. В 2003 году вышел Single Satisfaction, достигший в чарте UK Singles Chart 2-го места. В августе 2008 года Бенасси выпустил ремикс группы Public Enemy – Bring The Noise. Трек занял первое место на Beatport.com. В феврале 2008 года Bring The Noise выиграл Grammy за лучший танцевальный ремикс. Бенни уже больше 10 лет занимается продюсерской деятельностью и уже больше 15 лет диджейством. Начинал все с подвальных помещений в 15-16 лет своего дома. А потом Бенни, а точнее марка по паспорту, начал расти и расти вверх. Осенью 2010 года Бенни Бенасси совершил первый в истории диджейский велопробег – масштабный тур с концертами по западному побережью США. Тур продолжался 9 дней, в течение которых диджей отыграл в Сан-Франциско, Санта-Круз, Сан-Луисе, Санта-Барбаре и Лос-Анджелесе. В 2009 и 2010 годах Бенни Бенасси удерживает 26-е место в мировом рейтинге диджей Марк. Он сотрудничал с Мадонной, Крисом Брауном, Микой и другими известными артистами. В 2001 году Бенасси выбрал имя TMC. Выпустил свой первый хит «I feel so fine», где звучал голос всемирно известной вокалистки Дэнни. Сначала трек поднялся до первого места в чартах Италии, а затем стал номером один в клубных чартах Великобритании. В 2003 году Бенасси выпустил свой первый сольный альбом «Гибнотика», а уже в 2004 году этот альбом получил награду European Border Breakers Award. Приз вручается 10 молодым артистам или группам, чьи дебютные альбомы достигли успеха во всем мире. Рубрика «На заметку» Австралиец Мэтт Уоллер занимается организацией подводных туров для любителей посмотреть на акул. Традиционно для приманки хищников он использовал рыбу. Однако недавно случайно обнаружил, что акул привлекает музыка рок-группы ACDC. Предположительно, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Сейчас компания Уоллера единственный туроператор в мире, использующий музыку для приманки. Однако, как он полагает, что конкуренты вскоре последуют его примеру. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, делайте репосты, рассказывайте друзьям и увидимся в следующих видео. Пока-пока.